Здравствуйте! Вы смотрите программу «События» в студии Виктория Шаре. Сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На заседании избирательной комиссии региона состоялось подписание протокола. Постановление о результатах досрочных выборов губернатора Самарской области было принято единогласно. Нарушений нет. Избирательная комиссия постановила, первое, признать досрочные выборы губернатора Самарской области состоявшимися и действительными. Считать избранным на должность губернатора Самарской области Федорищева Вячеслав Андреевича. По итогам голосования Вячеслав Федорищев партии «Единая Россия» набрал 79,5%. Наталья Бесярина из ЛДПР – почти 6%. Михаил Моряхин «Справедливая Россия и патриоты за прав» – до около 3%. Владимир Плякин от партии «Новые люди» – чуть более 2%. Степан Соловьев из партии «Зеленая альтернатива» – более 1%. Явка на выборах губернатора составила около 54%. Свои избирательные права реализовали 1 млн 314 708 человек. Итоги своей работы в эту избирательную кампанию подвели и эксперты регионального общественного штаба по независимому наблюдению за выборами. После нескольких месяцев подготовки удалось выполнить главную задачу – проконтролировать, чтобы выборы прошли честно и открыто. Подробнее в нашем сюжете. Выборы в Самарской области прошли честно, открыто, легитимно. Одним из важнейших факторов этого стала работа общественных наблюдателей. Они работали практически на всех участках Самарской области. Это третьи выборы в течение года, поэтому практически все наблюдатели уже имели опыт работы на выборах, свои обязанности исполняли четко и профессионально, не допуская конфликтных ситуаций на участках. Мы, общественная палата, в этом отношении реализовали свой потенциал, который установлен действующим законодательством. Мы стремились к тому, чтобы все необходимые права для избирателей были обеспечены на избирательных участках, в том числе и с участием наших наблюдателей. Вся эта работа по общественному наблюдению помогла достичь главной цели – избиратели приходили на участки с чувством уверенности, что процесс выбора прозрачен и чист. Можно отметить максимально позитивный отклик нашей работы от избирателей. Про участие общественного штаба знают, информацию, которую мы доносим до избирателей, ценят, потому что она отвечает, самое главное, критериям достоверности и законности. Кроме того, на всех участках была организована видеорегистрация происходящего, чтобы в случае возникновения спорных ситуаций можно было пересмотреть запись. А с территории части участков велась и прямая трансляция в Центр общественного наблюдения за выборами. Все трое суток и днем и ночью за ситуацией следили 30 молодых волонтеров-студентов. В Центр мог прийти любой желающий увидеть эту работу в режиме лайф. Этим воспользовались и пять кандидатов на пост губернатора. Все они положительно отозвались о работе Центра видеонаблюдения. Также в Центре на готове была и мобильная группа, которая могла выехать на любой участок. Если бы к нам поступили сигналы о том, что на том или ином избирательном участке, в том числе на отдаленных участках, происходят какие-то инциденты, эти мобильные группы должны были выезжать на данную территорию и на месте разбираться, в том числе с использованием видеофиксации. Слава Богу, что у нас таких поводов не возникло, но готовность была стопроцентная. Молодые приняли активное участие не только в наблюдении за выборами. Они также активно и голосовали, что стало отличительной чертой этой кампании, а также одним из факторов того, что явка оказалась выше ожидаемой. Участие молодежи, то, что мы раньше на этих выборах не наблюдали, на предыдущем, здесь, видимо, сыграло свою роль в массовости. Накоплен большой политический опыт, и он нам еще пригодится на много лет. Была организована и работа горячей линии на базе нотариальной палаты. За месяц работы операторы обработали 84 обращения. Часть из них были социально-бытового характера. Это и вопросы обслуживания домов, и доступность избирательных участков. А остальные касались юридических консультаций об избирательном процессе. По каждому такому обращению ответ был дан в кратчайшие сроки. Вопросы избирательного характера касались, что нет в списках избирателей, включен в список избирателей человек, который не проживает, уже давно не зарегистрирован. Связь с избирательной комиссией была очень конструктивная. На звонки отвечали своевременно, решали вопросы своевременно. И, так сказать, повторных обращений, что вопрос остался нерешенным, не было. Общественный штаб по независимому общественному наблюдению за выборами продолжит свою работу, пока не будет рассмотрено последнее обращение. В этом году в состав штаба вошли представители региональной общественной палаты, ведущие эксперты в области избирательного права, представители аппарата уполномоченного по правам человека в Самарской области, Самарского отделения Ассоциаций юристов России, средств массовой информации. Всего в составе штаба действовали 15 человек, в том числе и генеральный директор телеканала «Самара ГИС» Елена Кольцун. Андрей Горгуленко, Игорь Казановский. События. С 1 ноября в Самарской области сменится рекоператор, который отвечает за вывоз мусора. По словам в РИО председателя правительства Михаила Смирнова, правительство области не имеет никаких финансовых обязательств перед бывшим рекоператором, как и рекоператор перед правительством. Содержательные же претензии к работе в сфере ТКО понятны всем жителям. Именно они и послужили причиной отказа от услуг экостроя ресурса. Функции рекоператора по обращению с ТКО в Самарской области будет выполнять государственное унитарное предприятие «Экология» под непосредственным контролем правительства Самарской области, что позволит оперативно решать возникающие вопросы и улучшать качество услуг для жителей. А теперь коротко о других темах дня. Сегодня с 8 утра по самарскому времени были введены временные ограничения на работу аэропорта Казани. Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов рейсы из Сочи, Новокузнецка и Кемерово перенаправляли на запасные аэродромы, в том числе в Самару. С 10 часов работу аэропорта восстановили. В Самаре произошло ДТП с автомобилем и мотоциклом. В 22.40 в понедельник 41-летний водитель Рено Логан двигался по московскому шоссе со стороны проспекта Кирова в направлении улицы Георгия Димитрова. Напротив дома 199 он не уступил дорогу и столкнулся с 19-летним водителем Хонды. Мотоциклиста доставили в лечебное учреждение, сообщили в госавтоинспекции региона. Сотрудники полиции продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего. Президент Владимир Путин поручил правительству Российской Федерации до 1 декабря рассмотреть вопрос о ежегодной выплате многодетным семьям, приуроченной ко дню семьи, любви и верности. Полный список поручений по итогам встречи с финалистами всероссийского конкурса «Это у нас семейные» опубликовали на сайте Кремля. Ответственным за выполнение распоряжения главы государства назначен премьер-министр Михаил Мишустин. В Самарской области введут режим черного неба с 19.00 10 сентября до 10 утра 11 сентября. Об этом сообщили в Приволжском УГМС. В Самаре Сызрань, Похвестнево, Отрадном и Чапаевске ожидают неблагоприятные метеорологические условия. В промышленных городах часто объявляют режим черного неба. В таких случаях может и ощущаться запах гари и ухудшается видимость. Поэтому лучше ограничить пребывание на улице, а после прогулок рекомендуют проветрить помещение и промыть нос. В Новосибирском зоопарке родился детеныш дальневосточных леопардов. Это единственный котенок, который родился в этом году в зоопарках Европы и России. Первые недели самка скрывала от посторонних своего малыша. Когда ему исполнился месяц, ветеринары осмотрели детеныша и определили пол – девочка. Сейчас малышка начинает выходить на прогулки. Но мама по-прежнему старается прятать ее при малейшем беспокойстве. Она кормит детеныша молоком и начинает знакомить его со взрослой едой. За прошедшую неделю заболеваемость коронавирусом в России увеличилась на 17,3%, а количество госпитализаций выросло на 7%. Об этом сообщили в Федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией. Со 2 по 8 сентября в стране госпитализировали 3166 человек. Выздоровели 20 505 человек, что на 17% больше, чем на предыдущей неделе. Лето пока не сдается, чего не скажешь о самарцах. С наступлением календарной осени многие погрустнели, хотя на улице по-прежнему тепло и солнечно. По оценкам врачей, осенью грустят около 10% людей во всем мире. Женщины в 4 раза чаще. Как справляются с апатией самарцы, узнали наши корреспонденты. Я выбираю не страдать осенней хандрой, наслаждаться прекрасным гордым настроением. Перестала буквально два дня назад. Связано с похолоданием. Мы сами из Сибири. У нас август выдался такой дождливый и прохладный. Но вот заехали сюда, у вас практически еще лето, хандру с него как рукой. Бывает по-разному. Бывает, да, не хочется ничего делать. Сидеть бы дома, да, не ходить, работать. Можно справиться, я с детьми гуляю, хожу. Бывает, да. И вообще осень, это как бы такая осенняя пора, она располагает хандрея. Ну и вообще, как бы я сам такой человек, бывает, что склонный к таким неким депрессиям. Но я стараюсь как бы не зацикливаться на этом. Стараюсь как-то выплывать на позитиве. Главное, не поддаваться ни депрессиям, ни осенней хандре. Стараться как-то думать о хорошем. Есть, конечно, беспричинно, смену, перемену климата. У меня просто проблемы со здоровьем, сушенные сосуды, метеоочистительность. Пью таблетки, гуляю, общаюсь с друзьями, хожу в театр. Хожу на день города, хожу на пляж, плавить, загораю. Есть осенняя хандра, есть еще и зимняя, иногда летняя. Обычно с погодой, в основном, ну, я очень завишу от солнца. Поэтому, когда солнца нет, дождь, слякоть еще начинается, уже скоро октябрь, снег. Настроение, у меня очень сильно падает настроение. Мне помогает чай или кофе. Ну, как бы создавать себе атмосферу, чтобы не унывать. Ну, и работа очень помогает. Вот, например, сейчас вот так справляюсь, играю на улице. Взглянуть на город по-новому в столице региона открылась выставка «Настроение Самара». Около сотни фотографий города на Волге радуют глаз горожан и гостей города. Что запечатлели фотографы и как долго продлится работа экспозиции, расскажет Полина Чулякова. Живописные пейзажи, достопримечательности центра города, красоты окраин. На Самарской набережной открылась выставка фотографий любимого города «Настроение Самара», которую подготовили издания о туризме и администрация Самары. Увидеть ее может любой желающий. Самара – это четыре сезона. Осень, зима, лето, весна. Как она меняется, что можно увидеть за каждым кадром, разглядеть какую-то свою сюжетную линию, детали и в очередной раз влюбиться в свой город и гордиться им. Выставка замечательная, конечно. С одной стороны, ты не открываешь для себя ровно ничего нового, потому что ты по этим улицам, достопримечательствам гуляешь ровно каждый день. Но с другой стороны, я представил, что, скажем так, гость нашего города, он видит эти красоты и влюбляется, наверное, в наш город. Да вот даже я, скажем так, на некоторые объекты посмотрел совсем иными глазами. 96 работ, представленных на выставке, самарские фотографы снимали в течение четырех лет. На части фото можно найти QR-код и прочитать подробнее об этом месте. Когда живешь в старом центре города, это всегда вот эти замечательные объекты, старинные здания, красивые музеи, церкви, они всегда у тебя перед глазами. А приходишь сюда смотреть просто как со стороны приезжего человека, гостя. Видишь эти замечательные кадры Самары и точно понимаешь, на Волге жить хорошо. Мне кажется, что каждый новый взгляд, а на этой выставке представлен взгляд очень талантливых людей, это плюс к нашему узнаванию города, к нашему знакомству с городом. Располагается выставка «Настроение Самара» на первой очереди набережной, между Некрасовским спуском и улицей Льва Толстого. Любоваться фотографиями можно будет до конца октября. Полина Чулякова, Николай Епифанов. События. 2024 год объявлен в России годом семьи. Особое внимание на протяжении этого периода уделяет сохранению традиционных семейных ценностей, таких как любовь, верность, уважение, взаимопонимание и поддержка. Наши корреспонденты спросили у жителей Самары, есть ли у них семейная реликвия. У нас есть икона, очень старая икона. Она нам досталась от прабабушки. Есть, да, семейная реликвия. Я, к сожалению, просто не могу сказать, что это такое. Но да, есть такой момент у нас в семье традиционный, который переходит от старшего поколения к младшему. На данный момент такой вот реликвии нет, но мне кажется, хотелось бы. Мне кажется, хочется, чтобы в каждой семье была такая реликвия. Мне вот бабушка передала серебряные монеты. Ну, как бы я считаю, это реликвией. У нас целый альбом монет, но они там не все серебряные, есть прям очень старые, при Петра Первом. Вот я их храню, и я думаю, что мои дети, я детям передам их. Мы помнили бы о своих предках, о родных, о своих корнях. Вот, так что хотелось бы иметь, да. Реликвия должна быть в семье. У нас в семье есть реликвия. Она еще досталась от бабушки, от прабабушки. Осень – время радовать своих близких вкусными блюдами. Плов или шах торжественных столов. Как его иначе называют – гордость азербайджанской кухни. Это национальное блюдо имеет множество вариаций. Главным его атрибутом является аппетитная хрустящая корочка из лаваша. Как правильно приготовить блюдо, узнала Ксения Баканова. Рассыпчатый нежный рис, обилие сухофруктов и хрустящая корочка. Это роскошное блюдо является одним из самых древних на Земле. Им принято угощать самых дорогих и уважаемых гостей. Без него не обходится ни один праздник. Его величество – шахплов. Этот плов удивителен тем, что рис готовится отдельно. Он отваривается 5-7 минут, а сухофрукты с мясом томятся отдельно. Поэтому это уникальный плов. Он не похож ни на какие-то азиатские, ни на какие-либо другие народности. Это только азербайджанский. Он считается сладкий царский плов. Лук нарезается полукольцами. Предварительно он вымачивается в холодной воде. Это поможет смягчить вкус и избавиться от горечи. Чем больше лука, тем блюдо вкуснее. Главное, чтобы слез-то не было. Глубоко дышим, дышим глубоко. Для блюда отлично подходит мякоть телятины. Мясо нарезается кубиками и отваривается. Наш национальный плов-шахплов готовится только на топленом сливочном масле. Ни в коем случае не добавляется никакое-либо растительное масло. Поэтому сейчас мы его будем растапливать и будем обжаривать лук. Лук обжаривается до золотистого цвета. Теперь мы его перекладываем. И здесь будем дальше жарить мясо с сухофруктами. А потом только их соединим. Еще одна особенность азербайджанского плова – отсутствие моркови. Вместо нее чернослив и курага. Промытую, обязательно промытую. Это курага мелкая, как манетки, поэтому ее нарезать тоже не надо. Если крупная, ее можно разрезать на две части или на две части. Перемешиваем. Не забываем про изюм. Он подарит блюду пикантный сладковатый вкус. Конечно, особенность этого плова – добавка еще каштана. Но так как у нас пока еще каштан не созрел, то мы его заменим грецким орехом. Мясо, сухофрукты и лук смешиваются. Нужно им дать немного потомиться. А пока подготавливаем рис. Крупа предварительно промывается. Мы используем только длиннозерный рис. И желательно сорт басмати, потому что он вкусный. А вообще у нас есть в Азербайджане свой рис длиннозерный. Он очень вкусный. Мы иногда привозим или привозят наши родные и близкие. Куркума подарит рису золотистый оттенок. Крупа запускается в кипящую подсоленную воду и варится 5-7 минут. Затем откладывается на дуршлаг и промывается. Казанок для шахплова смазывается топленым маслом, как и листы лаваша. Они аккуратно выкладываются на дно формы. Сверху насыпается слой риса и поливается маслом. Затем еще один. И так нужно заполнить емкость до краев. Сверху делается небольшое углубление для начинки. Докладывается рис, все добро поливается маслом и накрывается листом лаваша. Блюдо отправляется в духовку на час. Выпекается при температуре 180 градусов. Плов готов. Для подачи аккуратно переворачивается блюдо и нарезается. Если хрустящая корочка получилась, значит угощение удалось. Наш шахплов готов. Всем приятного аппетита. Ждем вас в гости. Ксения Баканова, Константин Головин. События. Крылья Советов и Акрон сыграли контрольный матч во время паузы в Чемпионате России по футболу. Хоккеисты-ладьи продолжают свою победную серию. А самарские роллеры завоевали несколько медалей на первенстве страны. Подробнее в нашей спортивной рубрике. В Чемпионате России по футболу сейчас паузы на игры сборных. Этим перерывом в тренировочных целях воспользовались футболисты Крыльев Советов и Акрона. Команды 63-го региона провели между собой контрольную встречу на стадионе «Металлург». В первом тайме на 14-й минуте счет открыл защитник тольятинцев Родриго Исковаль. Но уже через минуту Иван Сергеев, который вернулся в Самару после игры за чемпиона страны «Питерский Зенит», сравнял счет с пенальти. Во втором тайме команды также обменялись голами. Сначала забил Болдырев, а под конец матча самарцы сравняли усилиями Костанцы. Боевая ничья 2-2. Хоккеисты-ладьи одержали уже четвертую победу подряд на старте МХЛ. Тольятинцы на выезде вновь оказались сильнее альметьевского спутника. В этот раз они не стали доводить до напряженной концовки и уже к началу второго периода вели 3-0. Хозяева заменили вратаря и смогли отыграть одну шайбу, но большего сделать не получилось. А на 47-й минуте гости вновь сделали разницу в три шайбы. Победа ладьи 4-1. В Челябинской области завершились чемпионаты первенства России по роллер-спорту на коротких дистанциях. В составе сборной Самарской области в соревнованиях приняли участие 14 человек. Анна Кукушкина стала абсолютным триумфатором среди женщин, выиграв 6 золотых и 1 серебряную медали. В полуфинале спринтерской гонки на 100 метров Анна установила рекорд России среди женщин в этой дисциплине – 11,573 секунды. Также медали выиграли Владислав Муранов, Анна Тимофеева, Тимофей Сидоров и Екатерина Кукушкина. В Москве состоялся всероссийский этап чемпионата России по фиджитл-спорту. Команды сначала играют в компьютерные версии игр, а затем продолжают борьбу на реальной площадке. В дисциплине «Тактическая стрельба», «Контур-страйк-2» плюс «Лазертак» сборная Самарской области команда «Визитим» заняла третье место. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. Администрация Самары в телеграм-канале «Вести» с Дворянской сообщает о том, что на средства профильного нацпроекта в 2024 году отремонтировали 9 дорожных объектов, ведущих к спортивным, спортивно-образовательным и спортивно-оздоровительным учреждениям. Так, в этом году по дорожному нацпроекту привели в нормативное состояние 9 дорог. На четырех из них находятся школы и другие учреждения, где реализуются спортивные программы. А также расположены стадионы и спортивно-оздоровительный комплекс. Еще по пяти участкам с обновленным дорожным полотном можно добраться до спортклубов спортивно-оздоровительного комплекса спортивных лагерей. Где можно узнать о наличии вакцин от гриппа в прививочных пунктах? Информацию о поступлении вакцины в свою поликлинику можно уточнить на карте пунктов вакцинации, сообщает Департамент опеки, попечительства и соцподдержки. На ресурсе раз в день будет обновляться информация о количестве вакцин. Также подробную информацию можно уточнить по указанным на карте телефоном. Напомним, в регион поставлено почти 500 тысяч доз вакцин для профилактики гриппа. Это вакцины Savigrip, Ultrix Quadri и Flu-M. Они распределены по всем пунктам вакцинации региона. Администрация Самарского района напоминает о важности диспансеризации. Для трудящихся граждан предусмотрена работа поликлиника в вечернее время и в субботу. Жители сел могут начать диспансеризацию в своем ФАПе. Для записи на конкретный день необходимо обратиться в поликлинику. Записаться на медосмотр можно дистанционно по телефону поликлиники или на портале госуслуги. Профилактической работе уделяется особое внимание в рамках реализации национальных проектов здравоохранения и демографии. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова